Дим, а я бабочка. Почему ты бабочка? Потому что я тоже не сплю. Правда? Да, мало того, что приходится вставать очень рано, да еще и бессонница. У тебя кровать неправильно стоит, как говорится, не по фэншую. Дим, ну вот неужели ты такой взрослый, в это веришь? Ну, верю-не верю, а вот рассказы наших следующих героев заставляют об этом задуматься. Директор детского центра Яна Размазина фэншуем увлечена давно. Даже сама пыталась сделать правильный ремонт в таком крохотном помещении. Только удача пока обходит стороной. Приглашенный специалист восточной практики увидел ошибку сразу. В диагонали идет у нас угол южный сектор. Это сектор юго-восточный. На этот год в южном секторе нежелательно иметь много растений, и они начинают тормозить энергию новых начинаний. Истории фэншуи уже более 4 тысяч лет. И всегда даосская техника освоения пространства начиналась с перестановки. Люди чаще любят исправлять, чем изначально делать верно. В этом случае Яны птица счастья отвернулась от хозяйки. Я этого не знала раньше. Ни сама не сообразила. Профессионал-специалист помог. От одного из клиентов Марины в прошлом успешного бизнесмена однажды тоже отвернулась удача. Оказалось, зона успеха находилась в туалете. Уборную пришлось переделать в кабинет, и бизнес наладился. Таких забавных историй за 13-летнюю практику специалиста накопилось много. Когда приходит человек, говорит, я лягушку поставила, как вот в книжке прочитала, но почему-то у меня никак деньги-то в дом не идут. Я все жду-жду, а они у меня никак не идут. Задаю простой вопрос. Ты лягушку-то любишь сама? Ой, я их терпеть не могу, боюсь, они такие гадкие и противные. Действительно важно любить элементы этой непростой науки. К примеру, Ольга Шарапова уверена в эффективности фэншуй. Постоянно ездит из Елутровска в Тюмень, чтобы почерпнуть пару советов из редких книг. Один уже помог. Когда Ольга убрала зеркало напротив кровати в спальне, проблем в семье не стало. Отношения у нас с мужем улучшились. И, не знаю, домой хочется заходить. Было ощущение третьего человека, правда, на самом деле. Оно было в подсознании, я не понимала, в чем же дело. Важно грамотно сочетать элементы разных культур в пространстве, чтобы они между собой не спорили. Это касается и обстановки дома, и одежды, и даже слов, которые произносишь. И если даже не очень веришь в результативность неких ритуалов, то просто познакомиться с ними тоже любопытно. Уходить с головой фэншуй не стоит. Часто гармоничные по отдельности элементы вместе смотрятся очень даже нелепо. Поэтому, чтобы выглядеть в настоящем стиле фэншуй, нужно знать элементарный минимум правил. Открою секрет. Светлый фон в одежде и небольшой растительный орнамент всегда передавали положительную энергетику. Ольга Гапеева, Евгений Доценко, Сибинформбюро.